Это исследование известных ученых. Они провели 8 экзаменов, проверяя креативное мышление 1600 детишек от 3 до 5 лет. Оказалось, что нестандартно, творчески, креативно мыслят 98%. Этих же гениальных детей проверили через 5 лет, но уже в школе. Их креативность упала на 70%. Затем этой проверке подверглись 200 тысяч человек в возрасте 25 лет и старше. Из них креативно мыслящих оказалось только 2%. Получается, что выйдя из детского садика, резко падает способность человека к настоящему, творческому, нестандартному мышлению. Мы провели исследование и выяснили почему. В садике дети все делали вместе. Играли, кушали, пели, гуляли. Вместе раскрывали природу вокруг. Вместе сидели в кружок и слушали воспитательницу. Они вместе, играя, получали знания. В школе эти дети сели за парты. У каждого своя половина парты. Своя ручка, своя книжка, свой портфель. Все, все, все свое. 30-40 учеников сидят отдельно. У доски перед ними вещает учительница. Тут нет игры. Есть изнуряющая работа. И только один правильный ответ. И постоянная, постоянная проверка знаний. Экзамены. Здесь, в школе, а тем более в институте, идет подготовка индивидуалов. И как результат, к 25 годам действительно индивидуалов, креативно мыслящих людей, почти не остается. Это парадоксально, но факт. Творческое, нестандартное, креативное мышление резко возрастает, если обучение происходит, как у маленьких детей, сообща, радостно, не соперничая, а помогая друг другу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!